ну то есть он испугался уже раздражаться уже было оценки ставит но не заметь не заметь нет он не может все-таки у него вот его это задевает не может рефлексия есть он жутко странный тип потому что мне бычкова рассказывал не знаю как сейчас в одно время он по москве гонял вот этот френч вот это да мерзкая бурта на розовом джипе ну что мы уже в эфире 11 часов 6 минут студии татьяна троянская программа особое мнение приветствую льва щеглова доктора медицинских наук профессор общественного деятеля и мы я должна сказать что на ю тубе нас можно видеть поэтому присоединяйтесь здесь как обычно вы общаетесь друг с другом и во время московских новостей мы также останемся на ю тубе если вы нас слушаете в аудиоверсии можете потом посмотреть номер смс конечно же плюс 7 931 291 58 2 0 ну а лев моисич давайте начнем и честно говоря может быть нетипично но как вам новость что российские журналисты архан джимали александр старгуев и кирилл радченко были убиты в цар с целью ограбления об этом заявил зам главы следственного комитета россии игорь краснов и уже эту новость комментируют журналисты и в частности говорится что кремлю просто невыгодно чтобы это расследование было до конца расследовано простите за ну да я думаю что я совершенно в данном случае не буду оригинален наверное как и большинство тех кто вообще следит за тем что происходит потому что все-таки есть достаточное количество людей которые которым все равно которые заняты вот своей маленькой жизнью так я думаю что подавляющее большинство тех кто следит за тем что происходит не верят в это и не верят в это они по двум соображениям первое официальные всяческие оглашатели официальной политики власти но не раз уже нас обманывали говорили не то потом оказалось что немножко то то есть это кстати грандиозный феномен очень опасный власть не желает понимать это ее дело что вообще нет доверия минимального между обществом и властью по большому счету это предельно важная и нужная вещь не то доверие как естественно близкий человек доверяет близкому об этом речи нет и даже в самых приличных властных режимах вряд ли это происходит но хотя бы вот информационное доверие как так или иначе мы верим даже такому зыбкому как только что прозвучавшему прогнозу погоды но все-таки примерно мы верим что если говорят завтра проливные дожди то они будут но все-таки да с той или иной степенью проливности они будут все же и вот этого доверия нет причем удивительно я это отмечаю не только у людей более менее продвинутых образованных а у совсем обычных простых людей которые всеми четырьмя конечностями будут голосовать за власть а в разговоре с друганом на кухне или в пивной скажет да ну чё нам обещают ха-ха-ха то есть нет никакого доверия это общее а частное ну слушайте они поехали туда с очень опасный очень такой тревожной темой расследования которое для многих могло закончиться печальными какими-то событиями эти многие которых они расследовали люди далеко не всегда это очень мягко говоря соблюдают закон я имею ввиду всякие военные компании и все те которых наш президент говорит что это не интересы государства а граждане могут быть до российские они там как бы сами по себе бандитствует воюют защищают какую-то сторону нападают на какую-то сторону и вот они поехавшие с таким тревожным опасным заданием через долгое время расследования оказалось были убиты в упор с целью ограбления и при всем том что дорогостоящая видео аппаратура и какие-то сверх фотоаппараты оказались при них так что же у них грабили неудачное ограбление да нет конечно я не верю это но я совсем не оригинален я думаю но и не было у вас ожидания о том чтобы расследование пройдет нет к сожалению я все больше начинаю понимать что всяческие расследования повышен повышают свою объективность когда они независимые по-настоящему независимые любые расследования от уголовных до скажем ну вот я участвую во всяких экспертных заключениях совместно с психологами психиатрами коллегами и я же вижу как только какая-то конторка аффилирована либо с государством либо с какой-то мощной властной финансово-политической группой ну не жди ну не жди никакой объективности мне иногда мне за них иногда бывает стыдно это люди которые готовы в угоду начальнику или из шкурных интересов просто белое назвать черным несовершенное назвать совершенным и так далее наверное в той или иной степени это опасность для любого государства любого человека но вот тут-то и задача про независимость про исследователей и расследователей которые представляют различные интересы различных групп общественных тех иных властных оппозиционных вот создается некая бригада и тогда можно ей в той или иной степени доверять но вы понимаете когда с стороны частное какое-то непонятное расследование сразу же на второй день говорит о том что их убили те-то и те-то во имя интересов тех-то и тех-то вот это вызывает некие сомнения и подозрения далеко не меньшие сомнения вызывает вот это заявление как бы официальное долго мы все исследовали и решили что их в упор расстреляли с целью ограбления а все самое ценное осталось с ними потому что я думаю они тоже предполагают имеющие уши да слышат те кто размышляет им все равно не поверят а несчастная загипентированная бабушка где-нибудь там за уралом но она просто верит во все что говорят говорит любой человек из из телевизора из радиоприемника вот собственно все ничего тут удивительного ну лев моисич давайте тогда вот к вопросу об ожиданиях история с боингом украинским который сбит и на прошлой неделе очень многие эксперты говорили что история это будет напоминать историю с голландским боингом но однако лазийскими простите да малазийским боингом да но этого не случилось и иран внезапно признал свою вину вот видите случается же да я думаю что здесь очень много факторов ну во первых вот смотрите ошибки ошибки конечно они могут быть где угодно и с кем угодно но все-таки смотрите как интересно но все все чаще ошибаются такие специфические режимы вот специфические заметим от кого мы чаще всего ждем жесткой и такой безобразной лжи от каких режимов так я просто задумался скажем от какой-нибудь бельгии или от северной кореи от какого-нибудь люксембурга или от ирана то есть от всех тех режимов где автократия либо диктатура и даже неважно светская ли она как в кендер северной корее или религиозная как в иране но это общее но вообще конечно между нами есть очень большие отличия поэтому не стоило бы так на мой взгляд ах вот даже они смогли так что же мы мы все равно очень различны посмотрите я наблюдал кадры когда несколько тысяч студентов недавно власть им нарисовала вместе их сбора на асфальте флаг америки и флаг израиля ну то что для них как бы воплощение сатаны чтобы они по нему топтали и ходили и казалось бы в этом страшном иране студенты обходили я просто в интернете видел эту картинку то есть там протест сейчас пусть нам будет стыдно пусть нам будет странно там в этом шиитском сверх религиозном государстве которым как бы рулят айталы там у протестующих как бы больше допусков выражения своих чувств и требований чем в россии сегодня но может быть они просто ярче выглядят потому что ну все таки там как-то больше запретов это явно больше запретов а почему протест все равно есть вы понимаете да конечно же это очень жесткая сторона ну ладно просто там есть условно говоря джафар панахи да невыездной режиссер да которые несмотря ни на что все таки передают свои фильмы совершенно верно есть женщины которые в этом ужасе все равно протестуют против паранджи демонстрируют подвергаются нападкам но как-то еще живут но для меня все-таки самый главный козырь у них нет ядерного оружия поэтому они за него так и бьются а вот теперь вывесим в ровень как бы россию имеющие ядерное оружие иран если бы он имел ядерное оружие я не знаю признал ли бы он и извинился бы он мог тоже так себя вести просто ну так по-хулигански да нет да и все и отстаньте но конечно важна реальность просто-напросто любим мы америку или не любим у америки достаточно на сегодняшний день сил придавить экономически так что любой это та и тала тоже как-то сообразил что будет неважно то есть я не данном случае совершенно не апеллирую к понятиям чести совесть ну то есть просто выгодно было признать конечно некуда было деться а со старшим братом посоветовали есть куда деться а со старшим братом посоветовались я имею ввиду с россией нет думаю что нет думаю что нет потому что многие наши пропагандисты были так злобно разочарованы что даже сквозила даже такая интонация что им это очень не нравится лучше бы врали бы и стояли бы плотно до последнего знаете как у шпаны есть они вот шпана принципы такие я просто слышал это от какого-то там засиженного получающего что вот даже тебя вот взяли конкретно на чем-то нет все равно так вот же у тебя в руке нет это принцип это как бы ну устав рыцарского ордена и отсюда идет вся эта психология мы обделались а скажем мы делаем вид что все порядке отсюда страшнее вещи что если ты патриот ты должен за своих стоять даже если они совершают преступления и не вздумай даже сказать об этом своим все врагам закон понимаете поэтому ну да с ираном так потому что а слабоваты б и это слава богу разумны просто посчитали убытки моральные материальные политические ну и были вынуждены ничего страшного честь совесть правдивость это тоже возникает по мере необходимости отнюдь не от того что в человеке вот эти ростки всего этого благородного они сами по себе живут нет их надо поливать обстановка ситуация вот обстановка и ситуация позволила им сделать то что они сделали на мой взгляд вот эмоционально это все равно симпатично помните в свое время когда только начиналась допинговая история в которой мы опять же наперекор всему мы говорим все отлично все врут ничего этого не было причем сами некоторые чиновники говорят да было но мы же сейчас уже вроде нет там хорошо помните на этом фоне мария шарапова вдруг да заявил что извините пожалуйста да я этим пользовалась на мой взгляд но у любого среднего человека сразу же ее оценка вырастает потому что но это порядок честное признание это порядочно да поэтому иран это сделал исходя из спокойных и ровных размышлений просто выгодно а получилось что хорошо а не повлияет ли это на отношение россии с ираном вот такое решение ну я не думаю что у нас такие такие отношения что мы готовы им пенять на все это все таки не глобальная вещь вот вы понимаете если вдруг иран скажет что мы все пересматриваем и говоря таким противноватым политологическим языком и мы ложимся под сша и вообще мы переходим как бы вот вот здесь конечно я думаю кремль будет очень сильно беспокоиться и нажимать на все но не настолько уж они от нас зависимы что мы готовы дать им ремня за какой-то поступок который в общем-то ну он не разрушает отношения смысле россии и ирана не разрушает еще из нетипичных новостей парламент абхазии рассмотрит вопрос ожидается об отставке президента рауля хаджимбы да вот вчера сам рауля заявил о сложении полномочий после нескольких дней протестов оппозиции и в пятницу верховный суд абхазии отменил результаты президентских выборов новые будут 22 марта слышит общество получается конечно конечно это как раз очень неплохой пример который говорит о том что если ты устанавливаешь режим поддельных выборов зависимых судов и всего того ну что прежде всего мучает думающих людей это не может быть навсегда но не может даже если мощнейшие силы на все это брошено это только тактические задачи вот там они сделали то что они захотели сделать у народа осталось раздражение и этот гнойник нашел я не знаю какие там были формальные поводы это уже нужны формальные поводы чтобы излиться потому что этот гнойник он сам внутри не рассасывается он либо отравит весь организм либо все-таки будет извержение содержимого это говорит о том что сегодня в двадцать первом веке заметим и у людей с условной европейской культурой и у людей с условной кавказской культурой и азиатской и у кого угодно есть еще очень мутный и может быть не очень ярко формулированный запрос на справедливость и на чувство собственного достоинства заметим ведь и это же парадокс мы же все думаем что вот вот хлеб подорожает в три раза вот тогда и будет мы такие марксисты-ленинцы мы как бы когда когда взорвет когда что жизнь там и так я был там жизнь там очень сложная нищая нулевое управление явное присутствие криминала во всей во всей жизни от бытовой до какой угодно и вот взорвался народ потому что ну чувство достоинства вы чё нас обманываете это надоело их это взорвало понимаете вот об этом мы все должны размышлять я бы сказал так ведь мы вот кто мы пусть каждый из нас слушающих задумается чтобы он хотел в жизни вот в принципе социальной психологии известно что раб не раб в смысле римской империи а по сути по своей структуре раб всегда мечтает о власти и о деньгах а свободный гражданин всегда мечтает о своих свободах чести и достоинстве в данном случае речь идет о чести и достоинстве того что они сменят президента даже таких лозунгов я не видел они не надеются что у них будет на 3500 рублей в месяц больше им сам им сам факт отвратителен но смотрите мы имели московские протесты да и протесты и вообще по всей стране но почему-то выстреливает не всегда почему-то в москве нет не выстрелила а в абхазии выстрелила казалось бы другие мы другие мы другие и наша власть мы другие и власть другая но и мы понимаете кавказский менталитет имеет много таких граней которые могут быть не представителю кавказского менталитета неприятны как бы агрессивность шумность навязывания своего и там кто что угодно к этому прибавит но если мы хотим быть объективными представления пускай гипертрофированные иногда в быту о чести достоинстве а понятие оскорбления они там существует больше нежели у нас у нас люди готовы за тысячи рублей пойти и унизится поставить голос за кого-то которого он знать не знает а зато тысячи рублей дадут это к сожалению так но это как бы я бы сказал это почва а сверху льется дождь в виде умения или неумения желания или нежелания общаться с обществом власти если эти две вещи в одном направлении все лакейство рабство нежелание слышать народ что может делать просто тех больше чем эти но просто они не хотят понять те кто принимает сегодня решение что вот такое оживление сегодня у нас в россии протестов как бы против бытовых сторон жизни против мусора против того что начальник там обхамил людей против того что тут строят высотки они закроют нам небо за то чтобы парк был казалось бы причем же это же за жизнь просто нет 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 это желание нарастает отстаивать свое достоинство но в россии но побаиваются и московский протест научил людей но кто хочет сознательно получить дубинкой по голове особенно там какие-нибудь пожилые люди или подростки но никто не хочет кто хочет сесть в тюрьму кто хочет быть разоренным вот этот новый тренд подлингий такой штрафами задушить вообще вообще не не знал где взять денег чтобы отбиться от правоохранительных органов окей но это внутреннее желание переключается вот в эти протесты против мусора против застройки безобразно еще чего-то формально это же не оппозиционная мы за свою жизнь боремся стали бороться вы когда-нибудь слышали лет пять-семь назад чтобы такие в регионах массовые протесты люди встают держатся за руки собою закрывают и отстаивают парке если есть воля отстаивают потому что других громких коррупционных скандалов и отставок в правительстве а также продолжение массовых протестов вот хочется задать такой ернический вопрос а с чего бы это они так ожидают с чего бы это они ожидают громких коррупционных протестов до с того что коррупция проела уже все но проела как ржавчина проедает и уже в дырочках железо а с чего бы они ждут протестов они же должны любить и верить власти из чего это они ждут протестов это что агенты госдепа на парашютах сейчас выбросятся в количестве 100 тысяч и будут регионы там подначивать они ждут того что является тканью нашей жизни безусловно мы во второй части перейдем непосредственно к петербургским нашим делам но сейчас вот хочу к вопросу о том что слышит общество или не слышит во франции правительство заявило готовность отменить повышение пенсионного возраста из-за забастовки профсоюзов об этом объявил эдуард филипп он сказал что готов исключить из плана пенсионной реформы пункта повышения пенсионного возраста в 2027 году с шестидесяти двух до шестидесяти четырех лет хотите как во франции хотим хотим мы видим что идет мучительный тяжелый зачастую может быть с элементами враждебности но идет диалог между обществом и властью вот один мой знакомый состоятельный такой бизнесмен ну на мой взгляд не очень продвинутый видит меня это страшно раздражает прилетаешь во францию по делам потом хопа там забастовка здесь перекрыли надо выезжать за пять часов понимаю я им говорю а как вот ты себе представляешь а вот если бы как в концлагере все тихо улицы свободны никто не может поднять головы тебе лично лучше было бы ехать в аэропорт ну такова жизнь и сейчас мы прервемся на москву но останемся на ю тубе вы смотрели я тут просто в новогодние каникулы пошла по сериалам наконец-то смотрела но я посмотрел шторм наконец ну очень классно я прям да да очень хорошая игра и все посмотрел эпидемию до эпидемии я ничего не тянет там все кому я доверяю сказали что потом какая-то деградация в последней серии я тоже слышал про такое а так интересно хороший формально первая серия интересно такой детектив непонятно назреваются напряженной еще посмотрела фильм удивительно это младшего лунгина большая поэзия вот я не слышал но не вот я прям рекомендую вам это будет особенно интересно большая поэзия да это младший лунгин сын лунгина снял и там такая история в чопе служат два парня они были в луганске воевали вот и там же в чопе их начальник вторая чеченская война ну то есть условно говоря люди которых и да да и что с ними происходит и это прям очень экраном идет он был на экране но я уже посмотрела просто подписалась на портал там ока ну просто платишь какую-то сумму и у себя в базе фильм кстати вот мы все время так так как мы не продвинутые пользователи конечно все это просто но вы не остерегаетесь телефон там излагать честно говоря я все делаю через этот через app store ну то есть какие туда личные я ничего не ввожу туда я просто загружаю программу и все а а деньги как снимают снимается с моей карты с банковской а карты данные ну данные карты да есть но не побаивайтесь ну вот этого речь многие говорят мне не надо связываться может это знаете это было смешно очень но когда я регистрировал новую карту я меня развели на то чтобы застраховаться я заплатила тысячу рублей за от страховка если типа мошенничество да и она работает действительно ну я не знаю работает или нет кто-то говорит что-то не было таких случаев чтобы потому что вот страхование вкладов в банках действительно работает ну вот во всяком случае это как-то успокаивает это успокаивает то что если у тебя стянут то ты ведь все равно выкидывают потом в бесплатное поле да нет конечно все ли есть на торрентах просто честно говоря у меня ну староватый компьютер он плохо тянет я все смотрю вот так вот с экрана я думаю может даже вообще купить маленький мини проектор они там стоят тысяч пять и выводить на там на стену в телевизор можете вывести может но я нет 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 ну да купить телевизор для этого можно нет вот спрашивают наш слушай большая поэзия уже не идет кинотеатрах она уже прошла значит сейчас выскочит все да нет да 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 я думаю уже есть на торрент если пиратите то да но я вот предпочитаю заплатить и смотреть но без без задержек заплатить налоги и смотреть спокойно но там платишь 350 рублей не все подъемно просто вот именно стерегаешься лишний раз данные не знаю или это глупость не знаю ну француз ю тубе есть этот машин суда я вот как раз посмотрел не был но француз мне скажем не очень нет я тоже не считаю это ностальгический да да это прошлое изображено очень так тщательно и честно ну такое да и конечно утреннее шоу потрясающий американский сериал вот вот тоже тоже вам интересно должно быть там они поднимаются тему мету но наконец не оголтела как они изначально а со всех сторон и рассматривают и там ну то есть там герои они ведущие утреннего шоу очень популярного и вот много серий сейчас вышел первый сезон по моему 10 серий утреннее шоу на мы продолжаем наш эфир программа особое мнение лев щеглов доктор медицинских наук профессор общественный деятель мы обсудили мировые новости давайте в петербург у нас нового года очень много нововведений не очень приятных для жителей скажем прямо вот сейчас люди получают квитанцию и там например закап ремонта сумма удвоенная практически в два раза больше мы стали платить причем как нам объяснял депутат законодательное собрание а борис вишневский совершенно не оправданно то есть не объяснено почему эта сумма удвоилась в два раза или транспорт ну вы понимаете вот на мой взгляд без всяких и кивоков если речь идет о сдираемых с нас денег на к капремонт это просто мошенничество вот и все я обычно остерегаюсь на каких-то таких жестких определений ну а как ну а как здесь ну вот смотрите я и тысячи а на самом деле на миллионы мне подобным живут и понимают что при их жизни их дом просто не пойдет вот на капремонт я вот живу в относительно почти новом доме какой капремонт если он будет лет через 70 так это мой сын даже может быть не доживет значит это что это же издевательское ну просто вытягивание денег вот и все вот клянусь мне было бы легче если бы сказали вот эти значит там тысячу рублей вы будете платить потому что вот с углеводородами которые все равно стоят прилично мы не умеем разбираться очень много воруют очень много надо направлять в сирию в крым в ряд собственных регионов поэтому с вас вот просто это берем и все потому что нужно в казну это это неприлично но это хотя бы было бы открыток почему на капремонт берут возьмите вообще скажите что это на ремонт существующего строя но он же требует какого-то ремонта если вы граждане платите за это и все а когда мы его будем ремонтировать этот строй существующий это наше дело на благоустройство дачи вице-губернатора петербурга это же наше дело вы же вы же все равно смиряетесь вы же каждый день слышите у этого губернатора у того министра у этой дочки того то у всех у них почему-то какие-то собственности которые исчисляются сотнями миллионов но это видимо у лохов только у настоящих серьезных миллиардами это исчисляется вы же это все принимаете и не вякаете и как многие из таких примитивных типов говорят да мы такие что если мы сами окажемся там наверху мы также будем воровать поэтому не надо это критиковать не надо с этим до спорить мы же особо нравственные особо великие поэтому воровать готов каждый просто им повезло они уже воруют а ты вот тут внизу лязгаешь зубами потому что тебе не повезло но безобразие это чудовищное безобразие теперь возьмем другие виды повешения здесь я не могу так впрямую сказать это не прямое мошенничество хотя это тоже крайне печальные вещи транспорт дико вырос дико как 50 рублей но действительно это существенная сумма троллейбус 50 рублей ну надо просто понимать что они то ведь не понимают этого потому что они умозрительно ну как вот мы с вами понимаем что в африке там дети голодают зачастую но мы нет когда мы с вами не голодали это умозрительно так и эти люди вот у меня внучка начавшая работать она у нее лучше всего был какой-то там маршрутный путь который предполагал лишнюю поездку но ей нужно каждый она все подсчитала нет я буду дольше ехать там потому что кусаются эти деньги есть люди для которых вот так вот 20 раз по лишние 10 рублей и это серьезно для них а то у нас же начальство как здесь на 100 подумаешь действительно что такое 100 рублей ерунда и там на 200 и тут на 250 и тут на 150 поднимается но это как раз говорит не о мошенничестве на мой взгляд вот рост жкх транспорта это говорит о том что эти люди не умеют просто ну не умеют управлять эффективно а может быть и не хотят зачем они хотят нравиться начальнику их начальник хочет нравиться своему начальнику вот это единственное что их как бы держат на плаву но просто напросто я глубоко убежден что рачительный хозяин может сделать так чтобы минимизировать нагрузку на население какой же это у нас рачительный хозяин и у нас в петербурге я думаю и в любом городе россии если ну ни одного года не проходит чтобы все это не возрастало можно сказать подождите это общая тенденция окей если ровно настолько же возрастают заработные платы знаете как в швейцарии в свое время они очень оригинально видимо они не сильно заинтересованы в набегах туристов они очень оригинально поступили они одномоментно увеличили в два раза все заработные платы а раз бюджетные значит и частные подтягиваются и в два раза были подняты цены по кому это удар по туристам согласен ну да дорогая страна для туризма но прежде всего же собственные граждане а у наших получается собственные граждане это никто у них зарплаты не растут что официально признает росстат они не растут и каждый год возрастает жкх электричество вода значит вот это мошенническая капремонт ндс вырос вышел из дома транспорт вырос зашел в магазин чуть-чуть на проценте к два в связи с ростом ндс все продукты выросли это все очень мило давайте вспомним про 30 процентов которые пришли голосовать вот я все время говорю тем 70 процентам которые не вышли и не отдали свой голос за того за кого они считают нужным считая что и без них решат ну вот собственно говоря без вас и решили когда население ведет себя не как граждане а как население они получают этот эффект безусловно потому что вот мы сейчас говорим что власть не умеет плохо рулит кризис управления до элементов мошеннических схем с этим капремонтом но если гражданам так называемым которые конечно не являются гражданами все это типа нравится ну послушайте их их нужно резать или стричь но и все ну посмотрим скоро у нас же выборы в госдуму и в законодательное собрание петербурга но все-таки не настолько все татьяна смотрите вот эти пробившиеся ребята в мозг гордуму битвы за муниципалитеты ну все таки вот ростки есть ростки есть но 30 процентов меня правда поражает но про мусороперерабатывающий завод митинги были выходные и в петергофе пришло не так много 200 человек но в принципе для мне кажется петергофа это вполне себе прилично и жители очень боятся что все-таки будет построен а эта зона на чебышевской улице обозначена как место для возможной застройки завода и надо сказать что жители петергофа поддерживает депутат единоросс михаил барышников а сегодня у нас рассказывал об этом по телефону и когда я его спросил санкцию вот я его спросила что думают коллеги он сказал что я не знаю я пока с ними не обсуждал потому что были каникулы даже внутри этой партии бывают чуть-чуть какие-то более молодцеватые люди да но вот видите и люди вышли и получается их поддерживает депутат значит не все так понимаете наша жизнь она к сожалению не очень длинна но мне кажется вот мы только что мы так с печалью 30 процентов голосовать доверия телевизор но все-таки что-то меняется татьяна точно говорю вот вы сейчас говорили я вспомнил что лет 10-15 назад я не поверил бы а сейчас я вот я сейчас живу в пушкине в царском селе около некоторых домов клумбочки всегда казалось ночью подростки с пивом конечно обязательно все это оборвут для своих девчонок или просто тупо затопчет нет мы отмечаем что водители при всем хамстве зачастую стали пропускать пешеходов и это почти повсеместно что-то меняется просто видим людям ну проще измениться такой конкретики вот не хочу жить среди мусора не хочу чтобы у меня отобрали парк а там забабахали бы очередной храм или там не знаю билдинг на котором наживаются им это более понятно и мы видим что они готовы за это немножко побороться сегодня так что с одной стороны да народ еще чуть-чуть спит но уже какие-то есть фазы пробуждений таких не очень активных не очень значимых но они есть есть но с другой стороны смотрите вот опять эта активность да а потом есть страх что ты выйдешь от тебя дадут срок есть страх а как же тогда вот эти провинциальные ребята в шиесе стоят и стоят против этого мусора их разгоняли их толкали я не знаю наверное побивали кое-кого дубинками уверен что активистов дернули и давили а они все таки стоят потому что они стоят не против власти это страшно они стоят против мусора против высотного здания против отнимания парка против грабительских цен на жкх это как бы частности вот в общем сделать вывод во первых для этого надо умственные способности а во вторых некое мужество а уже за мелочь какую-то я хочу чтобы меня в подъезде прекратила канализация течь вообще по ступенькам и буду рубиться но может быть вы и правы и собственно говоря опрос левады тоже справедлив что ожидается усиление а не куда деться так и будет протестных протестного движения и прочего спасибо лев щеглов всем удачи у нас в программе особое мнение у нас в программе